всем привет сегодня в иллюстраторе попробуем нарисовать руку по фотографии и мне нужна фотография руки которую я сделал на мобильник я ее копирую прямо сюда и вставляю растягиваю побольше на панели прозрачности уменьшаю непрозрачность где-то процентов на 40 чтобы было удобнее и блокирую этот слой а создаю новый слой и на нем не нужно нарисовать образец для кисти я ставлю заливку черная водку убираю здесь и выбираю здесь эллипс рисую небольшой эллипс удерживая shift выбираю инструмент direct selection или буква быстрая клавиша и левые и правые узлы этой окружности вытягиваю удерживая shift получаю вот такую вот фигуру верхние и нижние узлы тоже можно чуть сместить к центру теперь этот образец мне нужно поместить вот сюда на панель кистей перетаскиваю art brush выбираю это художественная кисть нажимаю ok ok а этот образец я удаляю мне больше не нужен теперь у меня есть вот такая кисть я могу выбрать образец выбрать инструмент кисти рисовать но здесь у меня получается толстоватые линии поэтому я поставлю 0 5 пикселей и вижу что это мне вроде бы более-менее подходит и начинаю обводить эту фотографию по контура обводить конечно лучше с графическим планшетом вы намного сэкономите время ну можно пытаться и мышкой но будет очень коряво придется потом править много если у вас получается не очень точно не очень ровно можно потом все это исправить можно Truffle и нашлиой фотографии по контура обводить кто-то говорит что у него есть по рот agora по контура и в зависимости от того что вы сделали это творческий очень обводил по повседение и решет о том что вы у вас уже был разом в доме таковым я бы был разом и разбил с пыль из всех каком серии с вами все за он вот так еще раз в шок и я и да и объясню но если вы все вмешали после того как я нарисовал все контуры некоторые из них я сделаю потоньше это касается коротких вот этих линий я сделаю их 03 и повторю это свойство для остальных выбрав пипетку кликаю по линии и удерживая alt кликаю по остальным линиям которые должны быть тоже потоньше а теперь нужно поправить все недочеты с линиями которые у нас были я опять же воспользуюсь инструментом дарик selection вот этой белой стрелочкой и за узлы просто поправлю где-то линии также можно удалять ненужные узлы нажав минус вызываем инструмент для удаления узлов и кликаем также можно добавлять с плюс нажать вызывается инструмент для добавления узлов после того как правка выполнена можно скрыть нижний слой нам больше не понадобится а и теперь если не устраивает чисто такое черное контурное изображение можно добавить цвет к этой руке для этого сначала я выделяю все захожу в объекты и expand appearance выполняю то есть превращаю все это в заливку здесь получается много лишних узлов которые желательно убирать а для этого я захожу опять же сюда объект и здесь путь упрощение ставлю превью и здесь выставляю где-то можно сто процентов можно 98 или что-то около того чтобы ну кривая не слишком сильно изменилась но при этом значительно уменьшилась количество узлов в данном случае у меня уменьшилась более чем в два раза нажимаю ok это нужно для тех кто размещает на строках где важен вес файла то есть количество узлов напрямую влияет на этот вес а теперь я беру инструмент карандаш ставлю обводку каким-нибудь ярким цветом чтобы было хорошо видно и вот здесь внизу рисую такую линию замыкающую выделяю все контур а и беру инструмент life paint bucket и ставлю заливку какую-нибудь любую и заливаю все пустые области вот так нажимаю здесь экспант и правой кнопкой on group и еще раз а теперь у меня отдельно синий отдельно черный весь синий можно выделить select same fill and stroke то есть все с подобная заливкой и обводкой мы выделили и подбираем цвет какой-нибудь телесный для руки какой он там должен быть на ваше усмотрение допустим вот такой а убираем эту ненужную линию теперь и теперь нужно добавить тени но сначала мы разделим черный и этот телесный цвет то есть я опять выберу select same fill and stroke весь телесный цвет control x создаю новый слой ставлю его под черный и control shift вставляю сюда теперь это у меня на отдельных слоях так будет удобней я эти слои пока блокирую беру опять инструмент карандаш и ставлю обводку тоже какой-нибудь хорошо видимого цвета и рисую контуры границы тени где я считаю они должны быть а я рисую это все на новом слое который создал здесь можно не сильно аккуратно стараться но вот как то так у меня получилось а теперь я освобождаю черный слой и на черном слое заблокирую этот я вижу что и здесь у меня не хватает вот на этом пальце немножко черного поэтому я сейчас быстренько дорисую выберу черный черную обводку заливку уберу выберу кисть поставлю 03 и вот здесь вот и на этом черном слое и вот здесь вот немножко дорисую у меня сбросилась на один пиксельный опять их выделю и поставлю 03 вот так наверное сделаю экспант операнс сейчас а теперь я освобождаю этот розовый слой выделяю все что есть и опять выбираю life paint bucket так ставлю заливку любого цвета и заливая все области где должны быть у меня тени теперь я нажимаю экспант правая кнопка on group еще раз все теперь убираем лишнее убираем выделяем линию селекция филан строк и все эти розовые линии delete удаляем теперь зеленая надо покрасить цвет теней а я щелкаю по зеленому объекту селекции филан строк пипетку и кликаю сюда чтобы у меня все стало одним цветом не снимая выделения кликаю сюда и выбираю вот глядя на вот этот прямоугольник что-то потемнее чтобы это было в качестве теней приемлемо ну вот так а теперь вот этот ноготь можно сделать посветлее эти две области ну для этого разблокируем этот слой и выберем так и сделаем посветлее допустим вот так мы выделим весь черный сначала выбираем черный объект селекция филан строк control x новый слой и control shift в вставили на место панель pathfinder и объединяем чтобы это было одним объектом и так же поступаем с остальными цветами выделяем все и объединяем вот так здесь у нас тени на этом слое тоже самое объединяем и остался ноготь ну ноготь можно оставить там где он есть лишний слой удаляем и у нас осталось три слоя это собственно цвет руки тени и черная обводка я надеюсь что кому-то было интересно до новых встреч